Буквально на днях нам позвонила наша телезрительница, проживающая по адресу улицы Советской Армии, дом 7, корпус 1, и рассказала о такой ситуации. Когда-то это общежитие принадлежало заводу ЗИЛ. Жить тут было вполне комфортно, и ремонтировали здание своевременно. Затем его передали управляющей компанией «Городская роща», и тут начались проблемы. По словам Татьяны Петровны, за много лет его ни разу не отремонтировали, несмотря на то, что жильцы оплачивают все коммунальные услуги, в которые входит и такая услуга, как содержание и ремонт помещения, если она не оказывается, куда и кому идут их деньги. А тем временем жилье нуждается в ремонте все больше и больше, делать его за свои средства, и при этом оплачивать ремонт помещения, которые не производятся, этим уже уставшим от беспорядка людям не по силам. Наша съемочная группа выехала по указанному адресу для того, чтобы посмотреть, какая сейчас обстановка в здании общежития, и поговорить с его жителями. У нас проблемы такие. У нас не делаются ремонты, то есть не по кухням люди собирают деньги сами, делают ремонт. То есть мы вкладываем деньги, то есть платим за содержание жилья, мы не видим тут, чтобы что-то тут происходило. Когда нас сдавали в город, у нас срезали все отопление на кухне. То есть у нас по кухням одни стояки в углу стояли. Естественно, там площадь большая, и отопления там никакого нет. То есть по всем этажам мы уже видели на улице, что везде стоят старые рамы, то есть которым уже за 30, а то может быть, потому что когда я сюда пришла, дом уже стоял, и люди тут жили. То есть это больше 30 лет рамы, которые надо в любом случае их как-то менять. Да, действительно, на полу плитка уже почти отвалилась, рамы ветхие, на лестничных клетках холодно даже в куртке. А кухня? А вот и кухня. Аппетит тут, конечно, не приходит. Посмотрите, как выглядят стены. Интересное интерьерное решение, не правда ли? Хотя на самом деле жильцы пытались делать ремонт на свои средства и своими силами, но все это безуспешно. А вот газовая плита. Она уже давным-давно пришла в негодность. И причем детали тут вовсе даже и не от этой газовой плиты. А от грузового автомобиля со старого завода. Пользование такой плитой может быть опасным. Прогнили трубы под раковиной. На входе в общежитие мы увидели вахтера. Заработную плату ему также платят жильцы из своего кармана. А ведь многие здесь живут с детьми, но детской площадки нет. Стоящие машины припаркованы так, что ни скорая помощь, ни пожарная машина подъехать не смогут. Для того, чтобы разобраться во всей этой ситуации, мы позвонили в управляющую компанию «Городская роща». И получили вот такой ответ. Я вам поясню, что взносы на капремонт у нас идут и начисляют. Это у нас фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Находится на улице Маяковского, 1А, строение ЕМ. Мы никаких отношений по взносам на капремонт не имеем. А позиция жильцов такова. Моя позиция такая. Коль мы платим содержание жилья, ну хотя бы раз, ну в квартал, ну пусть раз в полгода, выезжает комиссия с того же управления ЖКХ, собирается, ну как бы, мы можем собрать состав членов, несколько человек, чтобы не мешать, потому что, сами понимаете, когда собрание, это просто больше крик, шум и толку от этого мало. И хотя бы какой-то, ну сделать план, чтобы нам сделали хотя бы какие-то косметические ремонты. Ну сколько можно ремонтироваться? Ну самим за свой счет. Ну это просто нереально. Зачем мне это надо? Будем надеяться, что этот спор все же решится, и жители этого общежития смогут чувствовать себя уютно и комфортно. Ведь, как говорится, счастлив тот, кто счастлив дома.